Андрей, добрый день. Добрый день, Максим. Вице-премьер правительства Максим Акимов предложил пропагандировать безопасное поведение на дорогах с помощью всем известной Ольги Бузовой. Причем он готов платить ей деньги, если понадобится. Многие граждане возмутились. Вашу позицию прокомментируйте. Я знаю, что у Ольги Бузовой есть очень талантливый менеджер, который занимается зарабатыванием, вернее, договариваться о съемках, гонорары какие, платят за Инстаграм, за участие в Ольге Бузовой рекламе. Пронюшке очень повезло. Он начал с ней работать, когда еще она была просто никем и звать никак. Да и сейчас она как бы этим же является. Бездарность абсолютная, безголоса и прочее. Ну, что это обсуждать? Это вообще недостойно какого-то обсуждения серьезного. Потому что постыдно ничего не знача быть притчей на устах у всех. И все это высосано из пальца, пустое место. А теперь на устах у всех, даже у вице-премьера правительства. Я не понимаю уровень культуры, до какого надо докатиться вице-премьеру, чтобы вообще такая бредовая мысль пришла в голову. Да еще и государственные деньги, мои налоги отдавать вот этому низкопробному экспонату. Я бы так сказал. Меня это очень возмущает. Ведь надо понимать, что на самом деле, почему это явление, да, так зарабатывает деньги. Потому что на это смотрят и не понимают, а как вообще вот это. Вот это может зарабатывать деньги. Как вот на это можно приходить на концерт. Люди, которые приходят, они думают, блин, а что это, столько людей ходит, вот ее по телевизору часто показывают. Может мы что-то не понимаем, может давайте тоже сходим посмотрим. Но не понять это, как это вообще, это явление может быть, да. И достойно какого-то обсуждения. Еще с ней будут государственный контракт у нас заключать. Ну ничего себе. Вы знаете, если бы я был водителем, ехал на дороге, да, и видел бы вот эти плакаты бы, они бы сыграли на меня обратную реакцию, да. Не ту, которую желает достичь Максим Акимов, мини, вице-премьер правительства, а совершенно наоборот. Это еще больше будет способствовать аварийности на российских дорогах. Нельзя из государственного бюджета тратить деньги вот на это все. Ну понимаете, достойные артисты, музыканты, как правило, как правило, они находятся в оппозиции к режиму, да. И с ними просто запрещено заключать контракты, да. Вот они бы могли как-то своим голосом, да, заявить, что это нельзя, там и так далее. Но что может Ольга Бузова, который вызывает просто отвращение у большинства наших граждан, отвращение и омерзение. Я просто протестую во весь голос против заявлений вот этого министра. Я присоединяюсь к той критике со стороны нашего общества, наших граждан, которые говорят, что это недостойно. Это просто вопиющее просто безобразие, да. Конечно, запрещать концерты нельзя ее, да. Если люди хотят ходить и слушать то, что слушают, пусть слушают, понимаете. Ну не Бузова, будет Арбузова, понимаете. Разницы-то в этом никакой нет. Если в обществе есть потребность вот в этом низкопробном творчестве, да, ну пусть она будет удовлетворена. В принципе-то она ничего плохого-то не делает, да, ну по большому счету. Но с другой стороны мы прекрасно понимаем, что у Ольги Бузовой большая аудитория, большой охват. И это может сыграть с одной стороны. Люди будут читать про эту безопасность на дорогах и что-то будет в голове у них оставаться. Вся эта большая аудитория, я опять же говорю, это вот интерес к явлению, к феномену, да. Ее пытаются изучить, что это, а почему человек без голоса, без таланта может зарабатывать такие большие деньги. Вот откуда такая аудитория. Но никто ее серьезно на самом деле, вот здравомыслящий человек вообще серьезно воспринимать это явление не может. Никак. Вот. Понимаете, она скоро пропадет. Это все приедается и присыщается очень быстро. Где у нас Света из Иваново, которая на НТВ работала? Вот. Куда она пропала? Вот. Ее взяли откуда-то из провинции, которая там на камеру корреспонденту что-то сказала, да, там, более лучше одеваться будем, да. И она пропала. Ее нет. Все. Она отработанный материал. Так же и Бузова. Ее на долгие годы не хватит. Она не будет до последних дней выходить на сцену, как это выходила Алла Баянова, Клавдия Шуженко, как Алла Борисовна, да. До сих пор, да, уже как бы не выходя на сцену, пользуются большим спросом и уважением. Или Софии Ротару. Многие годы вот так удержаться на сцене. Я уверен, что Бузова – это явление, ну, максимум пяти лет. Максимум, да. Через пять лет просто кто? Бузова? Что? А где это? Да, молодежь будет спрашивать нас. На мой взгляд, это все краткосрочно. И я просто протестую против того, чтобы государство вкладывало в это деньги. Понимаете? Поощряло это. Люди, если платят, да, вот сам человек захотел прийти на концерт, заплатил свои деньги – пожалуйста. Но государственные контракты заключать – это просто недозволительно. В метро уже висят плакаты с Ольгой Бузовой с надписью «Не Бузи в транспорте», «Не Бузи в метро» – что-то в этом роде. То есть правительство Москвы уже подключилось к делу, похоже. Ну да, да. Видимо, договорились с ним. Возможно, договорились и с менеджером, да, потому что все государственные контракты, как правило, у нас являются распилом бюджета. Просто откаты и прочее. Я не говорю, что там это имеет место быть, но у меня почему-то вот такие подозрения, что удалось договориться. Вот. И войти и вот в эту струю, да, в которой многие артисты зарабатывают деньги. Вот через госконтракты, госзакупки и прочее, да, и чиновники вместе с ними обогащаются. Потому что уровень благосостояния населения снижается, и люди не могут просто купить билеты на концерты. И поэтому необходимо зарабатывать вот так на госзаказах, на всех этих концертах, да, которые бесплатно теперь у нас для всех горожан, лишь бы они на митинги не ходили. Вот. И поэтому они стремятся туда. Все? Да. Да.